Мы с овчарками, мы с овчарками, показали в предыдущих клипах, как можно проходить систему препятствий, как можно тренировать собаку, как это здорово и приятно. А сегодня мы расскажем конкретно об отдельно каждом препятствии, на что нужно обратить внимание, и как вашу собаку лучше научить проходить каждое препятствие в отдельности, а потом в системе. Следующее препятствие – это туннель. Туннель нужно пройти обязательно, и включать его нужно обязательно в программу занятий. Почему? Собака не должна бояться замкнутых пространств, потому что может случиться так, что ей нужно будет куда-то пролезть, а она испугается и не сделает этого. Кроме того, туннель очень полезен для того, чтобы тренировать собаке лапы. Когда она проходит на полусогнутых ногах, она качает мышцы, она понимает высоту, она начинает мыслить. А нам самое главное, чтобы собака думала много и часто. Что важно в туннеле? В туннеле важно, чтобы он был. В общем-то, это самые безопасные препятствия всех на системе. Мы впускаем собаку внутрь и предлагаем ей пройти. Самое хорошее – это если туннель наполовину прозрачный, или целиком прозрачный, покрыт сеткой, потому что собака видит вас и спокойно ползет рядом. Вы идете рядом, собака ползет внутри. Если туннель глухой, и собаке в этот момент не видно хозяина, ей страшнее, конечно, поэтому в этом случае начинать надо не с такого длинного туннеля, а с более короткого, когда собака преодолевает темноту и пространство, где она вас не видит, очень быстро. Тогда она пойдет быстро. Мы учились на большом длинном туннеле, потому что он полупрозрачный. Собака, когда ползет, видит меня и спокойно проходит. Любая собака может преодолевать туннель, и большая, и маленькая. Самое главное – не напугать ее сразу. Для того, чтобы… Если собака не хочет преодолевать туннель сразу, вот так вот, на этот, вперед. Хорошо. Нужен помощник. Он берет собаку на плодок, сажает перед туннелем. Вы обходите с той стороны, наклоняетесь, чтобы собака вас видела с той стороны, и зовете ее. Собака видит вас в туннеле в конце и пробегает. Ей нужно всего один-два раза, чтобы спокойно понять, что ничего страшного не происходит, что это такое же препятствие, как и все остальные, и она спокойно его проходит по команде вперед. Туннель. Арчи, ко мне. Хорошо, молодец. Отлично. Похвалите еще раз мне. Прекрасно. Здесь проблем нет. Туннелью он не боится, я смотрю. Топ-топ-топ-топ. Арчи, ко мне. Арчи. Отлично. Ай, молодец. Хорошо. И еще. И еще раз. Блестяще. Здесь прекрасно. Подзыв хорошо работает. Очень хорошо. Арчи, ко мне. Арчи, туннель. Быстро туннель. Туннель. Хорошо. Еще одно интересное препятствие – это слалом. Слалом нужен по многим причинам для собак в системе прихождения препятствий. Но главный урок для того, чтобы тренировать боковые мышцы. Боковые мышцы и… Норт, иди сюда. Боковые мышцы и растяжку. Когда собака проходит слалом, она вынуждена вот так изгибаться, и она становится очень гибкой. Это очень важно для широкоформатных и длинноформатных собак. Вот такого формата 3х4, да? Вот вы видите, прямоугольник образует лапы, если поставить его ровно. Вот таким собакам наиболее важно проходить слалом и тренироваться регулярно, чтобы они были крепкие и здоровые. Значит, что нужно для того, чтобы пройти слалом? Тут вам понадобится кусочек. Кусочек вкусностей какой-то. Значит, вы… И собаку у вас приучено ходить за кусочком, я надеюсь. Вот поэтому вы… Нет, давайте так, мальчишки. Вместе вы не пройдете, будет только тесто. Стоп. Вы берете собаку, показываете ей кусочков и начинаете ее вести. Собака идет за кусочком, вот, вот, преодолевая палочки. Если делать это регулярно, то кусочек можно будет убрать, и собака будет идти уже за подсказкой рукой. Иди сюда, Найт. Найт. Вот так, Найт, с лалом. Вот, видите, сейчас вы уже показываете пальцем, и собака спокойно проходит. После того, как она проходит в руке, можно пускать ее уже на самостоятельное движение. Вот, обычно собаки за несколько дней соображают, как это сделать. Это тоже очень хорошее и безопасное препятствие для системы. Оно разнообразит маршрут, оно не такое физически активное, как то, что надо думать. Это хорошее интеллектуальное зарядка для собаки. Одно из самых известных и узнаваемых препятствий на маршруте – это бум. Его знают с детства, вот, и прохождение бума – это признак обычной собаки. Как научить собаку ходить по буму? Конечно, начинать нужно с поводка. Вы пристегиваете на собаку ошейник и поводок, и находясь рядом, пускаете ее на бум. Значит, если собака проходит сразу, проблем нет, вы просто проходите и снизу обязательно даете ей, пускайте, подкормку. Если собака боится, то вы должны… Найк, иди сюда. Нет, нет, Найк, ты боишься. Ты как будто боишься, смотри. Значит, если собака боится проходить, нужно ей помочь. Но ни в коем случае не затаскивайте собаку на ошейнике, на поводке, на бум. Вы должны просто обозначить движение, куда она должна идти, но при этом поддерживать ее под грудь. Вот так. Вот так. Собака ни в коем случае не должна упасть на буме. Проходи вперед. Стой здесь. Стой. Ни в коем случае не должна упасть на буме. Не должна у нее соскочить лапа. Первое время вы должны обязательно страховать собаку, потому что если она будет падать, вы удержите ее под живот. Норт, не мешай. Вы удержите ее под живот и за ошейник. Вот такая фиксирующая позиция поможет вам спокойно, легко обучить собаку, чтобы она не упала и была уверена в себе. Пошли. Вот так. Вот. Молодец. Хорошо. Вниз. Значит, берем собачку, правую руку, поводок, левую под животик и вот так вот пошли с ней. И вот он уже прекрасно идет. Все, он помнит. Нет, здесь не тащим. Не тащим. Вот. Хорошо. Молодец, Арчи. Молодец. И находимся с этой стороны от бума, потому что вам здесь удобнее. Угу. Хорошо. Вот сейчас очень правильный был момент. Молодец. Вниз. Да-да. Молодец, Арчи. Очень правильный был момент. О, как выбирает. Отлично. Сила. Бум. Бум. Редактор субтитров А.